Приветствую вас. Мой ответ может показаться достаточно простым, но я не хотел бы, чтобы у вас возникла иллюзия, что это довольно просто сделать. Смотрите, вы описываете тяжелую ситуацию, ужасную ситуацию, ситуацию горя, ситуацию безнадежности, ситуацию безысходности, ситуацию потери, возможной, весьма вероятной потери близкого человека, самого близкого человека, возможно. И вы говорите о том, что вы оказались рядом с тем, кто очень сильно страдает. Но страдаете и вы. И когда вы задаете вопрос, как не опустить руки и брать все испытания, не очень понятно, о ком вы говорите, о себе или о своем муже. Потому что если вы, это одно, если он, это другое. Мне кажется, нет возможности, нет вариантов вам обоим это делать. Одинаково. Каждый человек справляется по-разному. Так вот, то, что я скажу, покажется вам одновременно простым, но в то же время не совсем приятным. Может быть даже вы скажете, что так нельзя. Это может показаться вызовом, ну не вызовом, но таким, знаете, провокацией. Я прошу вас так не думать. У меня нет цели вызвать провокацию, у меня нет цели с вами спорить, у меня нет цели вас обидеть или задеть. Но моя цель вам помочь, поскольку вы обращаетесь за помощью. Обратите ваш муж, буду стараться помочь ему. Пока стараюсь помочь только у вас. Так вот, в первую очередь вам нужно оберечь себя. И делать цели того, чтобы оберечь себя. Если вы чувствуете, что вам тяжело, если вы чувствуете, что вы выгораете, если вы чувствуете, что вас погребает под собой вот эта вот лавина безнадежности и горя, то вам нужна психотерапия. Вам нужна психотерапия, вам нужна поддержка, вам нужна помощь. И вам нужно учиться личным границам, вам нужно учиться сохранять себя. На первый взгляд это выглядит жестоко, потому что, ну это можно даже в принципе сказать, что это бесчувственность, это эгоизм, это черствость и так далее. Да, в какой-то степени это правда. Но только так можно сохранить вас и сохранив вас можно прямо из мужа. Не будет ничего лучше, если вы с ним будете страдать, если вы с ним будете себя истязать, изматывать и в итоге просто никто не сможет друг на друга опереться. Поэтому, поэтому, если вы готовы к этому пути, то в первую очередь нужно начинать заботиться о себе. Как? Отграничить себя от того, что происходит в семье мужа. Не полностью, безусловно не полностью, но в какой-то степени во мне. И начать посвящать жизнь, начать посвящать себе самой жизнь. Потому что тот посыл, который вы посылаете своему мужу, он помимо того, что он может быть поддерживающим и помимо того, что он может быть позитивным, он еще не несет деструктивный. Заряд. Такой, что без меня ты не справишься, ты несчастный и так далее. То есть вы продвигаете неуважительное отношение к себе в таком случае и к своему мужу. Да, вы можете находиться с ним рядом, вы можете разделять его боль, вы можете позволять ему плакать и так далее. Это единственное на самом деле, что вы можете сделать. Но ровно настолько, насколько вам это комфортно. Нужно беречь себя. Нужно заботиться о себе. И если вы чувствуете, что вас заподобляет, обращайтесь за помощью к психотерапевту. Вы говорите про мужа. То есть он впал в депрессию. Что такое впал в депрессию, не очень понятно. Депрессия это вообще заболевание, которое диагностируется врачом-психиатром. Поэтому если вы считаете, что ваш муж из депрессии, то необходимо это подтвердить через очный осмотр врачом. Это первое. Второе. Мужу проблему свою решить можно только самому обратившись. Хотя бы вот так вот через сайт, через ресурс наш. Поэтому дайте ему адрес этого сайта. И пусть он задаст вопрос, который волнует уже его. Мы ответим, поможем, поддержим. И в идеале вам двоим нужна психотерапия. Не обязательно у одного психотерапевта. Это могут быть разные психотерапевты. Лучше чтобы вы оба начали заниматься собой. Лучше чтобы вы начали проживать. Для мужа это возможно кризисная терапия. Свой подход и своя история. Для вас это обычная психотерапия в рамках частной практики. Специалист. Ну не знаю. Пока так это выглядит. Если есть подозрение на депрессию, то в качестве поддерживающего, облегчающего средства можно обратиться к психиатру для получения препаратов. Но повторюсь, препараты не решают проблемы. Препараты они только помогают человеку обрести такое состояние, из которого более эффективно заниматься терапией, психотерапией конечно. Ну вот наверное то, что могу сказать вам сейчас. Что бы я вам порекомендовал? Ну в рамках поддержки вас, чтобы поддержать вас, я бы рекомендовал наверное треугольник Карпмана. Что бы вы не знали, что часть их не было. Что бы вы увидели, как может быть. Вот. И это наверное все. Пока что. Дальше. Вы говорите. что я не хочу потерять семью. Что очень важный момент, потому что потерять семью это значит потерять статус Евгения. Таким образом вы говорите о том, что сам человек, ну не сказать что бы, а вам особо бывает. Я понимаю, что может быть я не прав. Может быть я не прав. Но пока что выглядит так. Потом чем я рекомендую подумать о значении для вас семьи. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за отзыв на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует...